Доброго дня, уважаемые зрители! Как вы уже догадались, я все-таки решилась на пошив джинсов по выкройке Sew It Now. Ну, честно сказать, я немного, конечно, переживаю, даже не знаю почему. Видимо, потому что подобные вещи я еще не шила. Шила брючки, но они были такие абсолютно простые. Ну, а джинсы, как вы понимаете, их очень важно посадить на фигуру. Ну и вообще, в принципе, обработка, скажем так, не трикотажные изделия. Ну, как говорится, глаза боятся, руки делают. Ткань, это стопроцентный хлопок, он не тянется ни в одну, ни в другую сторону. Хлопковый деним. Что касается фурнитуры, я взяла вот такую молнию. Вернее, не взяла, она у меня была в наличии. Вот эта нашивка, не знаю, буду я ее пришивать, не буду, но пока пусть будет. Нитки для отстрочки, темная и светлая. Еще не определилась, но, скорее всего, буду делать из вот такой вот рыжей. В наличии у меня есть вот такие вот две пуговки для джинсовых изделий. Какую-то из них я поставлю, возможно, вот эту. И также блочки вот эти, которые держат саму пуговку, не знаю, как они правильно называются. В общем, вот такие фиксаторы, которые вставляются в саму пуговицу и молотком там или чем-то вбиваются в нее. Ну и, конечно же, иголки. Иглы я взяла от фирмы Шмец. У меня это набор универсальный. И вот здесь вот есть две иголки для джинса номер 90 и номером 100. Я буду шить номером 90. Соединять детали я все буду обычной ниткой-сороковкой. У меня дартак. Ну, уже отстрочку буду делать вот такими вот более плотными ниточками. Это что касается материалов и фурнитуры. Что же касается самой выкройки. Я ее уже склеила, соединила и немного откорректировала. Корректировала на свой рост. Несмотря на то, что выкройку я брала с самой маленькой ростовки, так как рост мой ниже, чем 1,58 м, я ее немного корректировала под себя. По длине штанины просто заложила складку. И по верхнему срезу брючек я срезала припуск шириной 1 см и просто опустила его ниже. То есть верхний срез у меня получился ниже на 1 см. Все, подготовила я все детали, раскроила. На деталь карманки из подкладочной ткани я взяла вот такую вот бязь у меня была. Приступаю к пошиву. Но для начала мне нужно продублировать детали пояса. Дублировать будут две половинки, внутренний и внешний пояс. Дублировать будут две половинки, внутренний и внешний пояс. Дублировать будут две половинки, внутренний и внешний пояс. Итак, пояс я подготовила, продублировала его. Дублировала изначально в месте две детали, сложенные лицом к лицу. Затем разделила их, срезала излишки флизелина. И затем каждую деталь отдельно сформировала еще раз по форме выкройки. Именно вот этот изгиб. Приколола ее на деталь и утюгом отутюжила, чтобы придать изначальную форму. Все, пояс пока я откладываю и приступаю к задним половинкам. На задних половинках я перенесла контуры кармана на центральную и боковую детали. И сейчас мне нужно их будет соединить. Соединяю между собой боковую и центральную деталь спинки. Накладываю их лицом к лицу друг на друга. Скалываю булавками и проложу строчку на машинке. Строчку прокладываю на ширину заложенных припусков. По выкройке припуски идут один сантиметр. Проложила строчку. Следим за тем, чтобы совместились контуры кармана. Теперь мне нужно на верлоке обработать вот этот припуск. Оверлочную строчку я буду прокладывать со стороны боковой детали. Так как в дальнейшем буду заутюживать припуск на сторону центральной детали. Лицевая сторона оверлочной строчки у меня должна идти по боковой детали задней половинки штани. Все, я обработала припуск на оверлоке и заутюжила его на центральную деталь. Теперь буду прокладывать отделочную строчку. Вернее строчки. Первую строчку прокладываю на расстоянии 1 мм от шва, а вторую на расстоянии 5 мм от предыдущей строчки. Проложила строчки и теперь таким же образом обрабатываю и вторую штанину. Вот так вот это выглядит с лицевой стороны. И вот таким вот образом с изнанки. Соединила уже две задние половинки и сейчас приступлю к обработке накладных карманов. Для этого я из выкройки вырезала вот эту вот центральную часть, чтобы у меня был контур самого кармана. Сейчас я все срезы кармана обработаю на верлоке. Обрабатывать буду их с лицевой стороны, чтобы лицевая сторона верлочной строчки шла у нас по лицу. Карманчики я обработала. Отутюжила. И сейчас наложу на них рекало и обведу контур кармана, который должен быть в готовом виде. Сейчас я хочу по бокам и по низу кармана проложить строчку вот по этой намеченной линии. На большой длине стежка. Для того, чтобы мне в дальнейшем было проще его заутюживать. Проложу строчку. И затем заутюжу. По верхнему срезу я строчку не буду прокладывать. Просто затем заутюжу его на изнаночную сторону. Вот таким вот образом. Все. Сейчас прокладываю строчку и после этого иду на утюг. Проложила строчку. Ее здесь практически не видно. И заутюжила верхний срез. И теперь я его отгибаю на лицевую сторону по линии сгиба. Скалываю булавками. С одной и с другой стороны. И теперь прокладываю строчку, фиксируя вот эту подгибку. Зафиксировала уголочки. Теперь припуски немного подрежу. И выворачиваю их на лицевую сторону. Уголки аккуратно выправлю при помощи булавочки. Теперь иду на утюг и заутюжу все 4 среза кармана. Продолжение следует... Карманы я подготовила, приутюжила, проверила, чтобы они были симметричные и одинаковые по размеру. Теперь мне нужно зафиксировать вот этот верхний припуск кармана отделочной строчкой. Прокладываю две отделочные строчки на одном и на втором кармашке. Отстрочила я верхний срез карманов. И теперь буду нашивать их на задние половинки. Накладываю карман, совмещая при этом срезы, вот эти сгибы, с разметкой на самой штанине. Прикалываю булавками. Для начала я хочу его приметать. И затем по краю буду настрачивать отделочной ниткой. Первую строчку буду прокладывать на расстоянии 1 мм от сгиба кармана. А вторую на расстоянии 5 мм от первой проложенной строчки. Итак, начинаю прокладывать строчку. Но строчку начинаю не от самого верха кармана, от вот этой вот проложенной строчки. Вставляю иголочку вот сюда, в саму строчку. Не от вершинки, не от самого сгиба кармана, а от вот этой строчки. Вкалываю сюда иголочку и от нее уже делаю строчку. И так, сделала я один круг. Иголку я оставляю в этой же строчке, которая фиксировала верхний сгиб кармана. Разворачиваю карман. И по вот этой верхней строчке делаю строчку мелким зигзагом длиной 5 мм. На стройке зигзага у меня ширина 1,5 мм, а длина стежка стоит на единичке. Все, сделала такую закрепочку. Теперь перехожу в обычную строчку. Разворачиваю карман и иду по второму кругу. Проложила строчку по второму кругу. И теперь с другой стороны делаю такую же закрепку, как и здесь, мелким зигзагом. Настрочила кармашки. Вот так вот они выглядят. Вот таким вот образом выглядит закрепка. Немножко тут напутались ниточки с изнанки. Задние кармашки я пришила. Теперь буду обрабатывать передние карманы. У меня имеются две детали верха. Это боковые детали. Они же являются и подзором кармана. И также две детали из подкладки. Для начала мне нужно обработать вот эти нижние срезы на верлоке. Так, срезы я обработала. Далее накладываю вот эти детали на лицевую сторону карманки. То есть изнаночную сторону основной детали накладываю на лицо детали из подкладки. На лицевую сторону. И скалываю их булавками. На этих деталях у меня намечена линия входа в карман. И теперь от этой линии, отступая приблизительно 5 мм вниз, я проложу строчку. Фиксируя две детали. Детали карманки и деталь из основной ткани. И также проложу строчку вот здесь вот по низу этой детали, чтобы этот край у нас не отгибался. Так, соединила эти детали между собой. Далее я буду соединять мешковину с нижней боковой деталью штанов. Накладываю их лицом к лицу друг на друга, совмещая срезы. И прокладываю строчку на расстоянии 1 см от края. Я их сколю сейчас булавками. И проложу вот здесь на расстоянии 5 мм от края строчку фиксирующую, чтобы зафиксировать карманку. Я еще зафиксирую вот эти вот две детали между собой. Проложу строчку тоже на расстоянии 5 мм. Все, вот так вот кармашек должен выглядеть с изнанки. Кармашки по передней детали у меня полностью готовы. И один и второй. И сейчас я буду соединять боковые детали с центральными деталями передок. Соединила я передние детали штанин, припуски обработала на верлоке и заутюжила на центральную половинку. Вот так вот это выглядит с изнанки. Таким вот образом с лицевой стороны. Теперь мне нужно проложить отделочные строчки. Проложила я декоративные строчки на одной и на второй штанини. Теперь мне нужно соединить между собой задние и средние половинки по внутреннему шаговому шву. Вот по этому шву. Накладываю их лицом к лицу друг на друга и соединяю. При этом обязательно нужно совмещать метки. Это метки в области колена. Также эти метки шли и по вот этим вот средним швам. Передних и задних половинок. Их тоже нужно соединять. Скалываю детали между собой. И прокладываю строчку. Соединила я каждую штанину по внутреннему шаговому шву. Заутюжила его на сторону передней половинки. И сейчас с лицевой стороны проложу также отделочные строчки. Все. Проложила я отделочные строчки. Далее, следуя инструкции, мне нужно обработать вот этот шов сидения на верлоке. Обрабатываю его на одной и на второй половинке штанов. Затем его приутюжу. Обработала срезы сидения на верлоке обе половинки. Теперь мне нужно подготовить гульфик и откосок. Откосок я складываю вдоль пополам. И обработаю срезы на верлоке. Вот этот боковой и нижний. И также обработаю гульфик. Не буду обрабатывать только верхний срез. Обработала детали гульфика и откоска. Теперь я беру левую половинку штанин и буду пришивать к ней гульфик. Накладываю его лицом к лицу. Уравниваю верхний и боковой срезы. Прикалываю булавочками и прокладываю строчку на расстоянии припуска. 1 см. Гульфик я приточала, заутюжила припуски на сторону гульфика. От верхнего среза я наметила линию 1 см и 2 мм. 1 см это у меня ширина припуска и 2 мм это зазор на молнию. И теперь я буду притачивать молнию. Молния у меня немного длиннее, чем мне нужно. Но это не страшно, я ее укорочу уже после притачивания. Итак, накладываю молнию лицевой стороной на лицевую сторону гульфика. То есть вот этим замочком вниз. Нижний фиксатор молнии я укладываю немного выше нижнего среза гульфика. Приблизительно на 1 см. А срез молнии, который находится с правой стороны, нужно укладывать вровень со швом притачивания гульфика. Притачиваю его и прикалываю булавками. Так, приколола булавками. И сейчас притачиваю левую тесьму молнии двумя строчками. Одна пройдет близко к зубчику молнии, а вторая на расстоянии 1 мм от края тесьмы молнии. Прикладываю строчки на машинке. Так, притачала молнию с одной стороны. Накладываю гульфик сверху на молнию. Уравниваю верхние срезы. И вот этот обработанный оверлоком срез откоска уравниваю с правой тесьмой молнии. И скалываю их булавками. Отгибаю саму молнию вместе с откоском. И проложу также 2 строчки. Одна пойдет близко к зубчику молнии, а второй соединю откосок к краям тесьмой молнии. Прикладываю строчку на машинке. Соединила я молнию с гульфиком и откоском. Вот так вот она смотрится. Далее мне нужно соединить две половинки штанин по шву сидения. Накладываю их лицом друг на друга. Совмещаю срезы. Соединяю вот этот средний шов. Его можно даже сметать, чтобы при прокладывании строчки он не сместился. Сколола. И теперь буду прокладывать строчку. Здесь есть один важный момент. Строчку я прокладываю на расстоянии 1 см от среза. И вот здесь по передней половинке она у нас должна прийти четко к шву притачивания гульфика и зайти приблизительно на 0,7 мм 1 см выше нижнего среза гульфика. То есть вот у меня идет срез гульфика. Вот здесь он заканчивается. А строчку я прокладываю, заходя на шов притачивания гульфика и немного выше по самой строчке. Все, проложила я строчку. Ниточки удаляю. Так, вот эта строчка. И вот если я отогну половинку там, где у нас притачен гульфик, так вот строчка должна прийти четко в шов притачивания гульфика. Вот так вот это должно быть. Я хочу еще настрочить гульфик на припуск. Для того, чтобы после того, как я его отогну, у меня здесь был четкий перекант. Проложила строчку. Теперь отгибаю гульфик на изнаночную сторону. Вот таким вот образом приколю его булавками. И мне нужно будет по краю проложить отделочную строчку на расстоянии двух миллиметров от сгиба. Вот проложила я эту отделочную строчку. Теперь складываю детали лицом к лицу, передние половинки. Уравниваю верхние срезы. Все хорошенько расправляю. А вот этот срез откоска мне нужно уравнять с уступом. Вот этим по правой половинке джинс. Уравниваю, скалываю булавочками. И проложу строчку на расстоянии одного сантиметра от среза. Все, проложила я строчку. Соединила этот выступ с откоском. И, в принципе, вот так вот это выглядит. Далее, теперь мне нужно сколоть вот здесь гульфик и по лицевой стороне его настрочить. Ровненько вот здесь раскладываю, чтобы нигде не образовалось никаких загибов. Откосок нужно отогнуть, чтобы его не приколоть вместе с гульфиком. Размечу мелом ту линию, по которой буду его отстрачивать. Намечаю прямую линию на расстоянии 2,5-3 сантиметров. До того, как проложу вот эту строчку, мне нужно укоротить мою молнию. В общем, сейчас удалю вот эти зубчики и закрепку перенесу к началу строчки. Ой, в общем, перестрочила я этот ужас. Ужас получился немного меньше. Вот так вот это выглядит. Не очень мне это, конечно, нравится, но что поделать. Теперь я хочу настрочить шов сидения на сторону гульфика, на левую сторону. Сейчас иду на утюг, немного его приутюжу и затем сделаю отстрочки. Все, шов сидения я отстрочила. Вот в этой области я поставила закрепку мелким зигзагом. Все, сейчас мне нужно заутюжить нижний срез штанин под гибку. Сейчас пойду приутюжу и затем буду стачивать боковой шов. Приутюжила я нижний срез джинсов. И чтобы немного сделать тоньше вот в местах вот этих отстрочек швов, я молоточком прибила эти места. Прибивала с изнаночной стороны. Вот так прям по шву молотком. Все, низ я подготовила. И теперь буду соединять штаны по боковому шву. Соединяю каждую штанину лицом к лицу. Уравниваю боковые срезы. Совмещаю также метки в области колена. Скалываю булавками и прокладываю строчку на машинке. Внизу раскладываю припуски и тоже их скалываю. Прошиваю на машинке и обработаю срезы на верлоке. Так, сначала я боковой шов обработала его на верлоке и отутюжила. Заутюживала его на заднюю половинку. Вот так он выглядит с изнанки. Теперь мне нужно настрочить боковой шов, сделать отстрочку в районе кармана. Прокладываю строчку от верхнего среза джинс и захожу немного ниже карманки. Буквально на 2-3 сантиметра. Ставлю здесь закрепку. В конце строчки делаю закрепку мелким зигзагом. Вот таким вот образом. По боковому шву я прокладываю одну отделочную строчку, а не две. Отстрочила оба боковых шва. И сейчас на этом этапе можно подшить низ изделия. Сейчас я его сметаю и затем проложу строчку с лицевой стороны. Вниз штанин я подшила. Отутюжу я их немного позже. А сейчас займусь шлевками. По выкройке идет вот такая вот деталь. Шлевок будет 5 штук. Для начала я заутюжу эту деталь по длинному срезу. Складываю ее изнанкой вовнутрь и приутюжу. После того, как заутюжила, далее мне нужно обработать открытый срез на верлоке. Так, обработала срез. Далее мне нужно сложить вот эту заготовку еще раз пополам. Таким образом, чтобы вот здесь вот с лицевой стороны, когда мы смотрим, не был виден вот этот обработанный край. Иду на утюг и приутюжу. Все, заутюжила я шлевку. И теперь проложу отделочные строчки с обеих сторон. С одной стороны и с другой. Шлевку я подготовила. И теперь разрежу ее на 5 равных частей. Все, вот такие вот шлевочки получаются. А теперь я займусь обработкой пояса. Я уже пометила, где у меня нижний, где верхний пояс. Буквами это нижний, это верхний пояс. Сейчас мне нужно на детали нижнего пояса приутюжить вот этот нижний срез. Подогну его на ширину 1 см и приутюжу. Все, нижний срез я приутюжила. Далее складываю пояс лицом к лицу. Вот этот срез я пока отгибаю. И скалываю булавками. Скалываю булавками по боковым и верхнему срезу. При этом не забываю совмещать насечки на самом поясе. И теперь прокладываю строчку. Начиная от бокового шва по верхнему и заканчивая вторым боковым швом. Строчку я проложила, пояс вточала. Сейчас подрежу припуски, оставляю приблизительно 5 мм. Высекаю уголки и затем пойду на утюг. Припуски сначала разутюжу, затем выверну пояс на лицевую сторону. Все, пояс у меня готов. Я его отутюжила. Сейчас мне нужно на сами штаны приколоть шлевки. По передним половинкам шлевки идут по рельефу. Накалываю их лицом к лицу к основной детали. Сзади у нас есть разметка, которой нужно прикладывать их. По двум разметкам и по центральному шву. Сейчас я пристрочу шлевки временной строчкой на расстоянии приблизительно 5 мм от среза, чтобы немного их зафиксировать. Теперь мне нужно от верхнего среза штанов по шлевке отметить 2 см. И проложить вот здесь строчки. Срочку прокладывать нужно только лишь по шлевке. Все шлевки я пришила. И теперь буду соединять верхний срез джинсов с поясом. Накладываю его лицом к лицу. Неподогнутым вот этим срезом я прикладываю срезу джинс. Раскладываю вот этот сгиб пояса. Четко совместить. Калываю иголку в сам шов. Вот так вот. И иголочку совмещаю с самым краем откоска. То есть вот этот шов у нас должен четко совместиться с краем откоска. Так же самое с этой стороны. Раскладываю здесь тоже припуск. И шов совмещаю вот так вот четко с краем той стороны, где у нас гульфик. Приколола я пояс полностью к верхнему срезу штанов. И теперь буду прокладывать строчку. Вставлю иголочку прямо вот сюда в шов. И начну прокладывать строчку. На ширине одного сантиметра. И таким же образом я здесь ее закончу. Тоже прямо вот сюда в шов. Все. Пристрочила я пояс. Отогну вот эти уголки. Заправлю припуск вовнутрь. Приколю. И мне нужно проверить, чтобы у меня была одинаковая высота пояса. И с правой, и с левой стороны. Застегиваю молнию. Вот. Вроде бы как все совпадает. Чтобы вот эта левая сторона пояса соответствовала высоте правой стороны. Чтобы они были одинаковые. Сейчас я пойду на утюг. Немного отутюжу этот шов. Заутюжу припуск наверх. И затем буду его уже закрывать. Приутюжила я этот шовчик. Заутюжила его наверх. Теперь вот этот внутренний пояс я отгибаю вниз наизнанку. Сгиб пояса должен перекрывать строчку притачивания буквально на 1 мм. Сейчас я его приколю и вручную приметаю. Приметала я пояс. И сейчас с лицевой стороны отделочной ниткой вот так вот по периметру буду его отстрачивать. Начну где-то вот здесь сзади скорее всего. Продолжение следует... В конце строчки вот здесь, когда совмещаются строчки, я ставлю длину стежка на 0. И вот так вот делаю точечную закрепку. Все, отстрочила я пояс. Сейчас удалю вот этот сметочный стежок. И мне нужно будет пришить шлевки. Для начала я сейчас удаляю сметочный стежок, которым сметывала внутренний срез пояса. И затем вот эти вот края шлевок, приблизительно пару сантиметров, я пойду отобью молотком. Потому что нашивать их будет довольно сложно. Шлевки я уже отстучала. Вот я думаю на камере будет видно. Вот эту вот часть я отбила. А вот эта вот такая, как она есть. Но мой взгляд разница очевидна. Не буду я обрабатывать вот эти срезы. Я думаю с ней ничего не случится, если я ее просто подогну. Подгибаю шлевку приблизительно на один сантиметр. И укладываю к срезу пояса. Вот так вот. И таким образом буду настрачивать ее мелким зигзагом. Прикалывать ее не буду, сразу под машинку буду прокладывать строчку. Все, шлевки мои готовы. Притачала их. И я немного подрезала вот эти хвостики. Оставила немного меньше. Но буду надеяться, что они у меня не распустятся. Оставила приблизительно 7 миллиметров. Осталось дело за малым. Это проделать петлю на левой половинке джинс. И на правую пришить пуговку. На моей машинке нет петли для джинса. Поэтому я скорее всего буду пробивать обычную петлю. Либо выметывать ее вручную. Сейчас я еще над этим подумаю. Все, дошила наконец-то. Сделала я петлю. Выметывала ее частично вручную, частично на машинке. Прометала здесь участок на машинке. Сделала петлю. Затем пробила здесь глазок. Он у меня конечно получился такой. Петля не с глазком, а с глазищем целым. Словила себя на мысли о том, что мне нужна машинка, которая делает такие петли. Потому что выметывать их вручную, ну так себе не очень. Установила пуговку. На этом мои джинсы полностью готовы. Выкройка я осталась довольна. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что вы оставались со мной. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok